Порой смотришь на какой-нибудь невзрачный музейный предмет наподобие этой ракушки из восточной коллекции Эрмитажа и думаешь, блин, сколько же истории она могла бы нам поведать. Начиная с того, что когда-то это был живой гребешок, обитавший в теплом Средиземном море. В отличие от многих других двустворчатых моллюсков, гребешки умеют активно прыгать по морскому дну. Тем не менее, он был успешно выловлен и, скорее всего, с аппетитом съеден, потому что гребешки это, между прочим, вкусняшка, особенно если приготовлены на гриле. Посмотрите в ютубе рецептики. Далее ракушка попала к мастеру-ювелиру, который изготовил из нее такой небесной красоты черпак. В центре ракушки стоит плямбочка с изображением барана и надписью на армянском «Шахук раб божий». Шахук здесь означает царек, что говорит нам о том, что этим черпаком в быту пользовался далеко не последний человек в древнем армянском киликиском царстве. Черпал он винишко или черную икру, мы не знаем, но делал он это точно очень активно, потому что, как видите, левый край у раковины сильно ободран и залатан серебряной заплаткой. В итоге в 14 веке киликия была захвачена египетскими мамлюками и оставила после себя не так много предметов искусства, в основном религиозного назначения, поэтому эта ракушка – один из немногих уникальных предметов бытового назначения из киликийского царства. Киликийское царство просуществовало не так уж долго, чуть больше трех столетий, что уже достаточно удивительно, поскольку это было единственное христианское государство в окружении многих вражеских мусульманских государств. Кто знает, может быть наша ракушка была свидетельницей кровавых завоеваний. Лет сто она ходила по рукам, пока не осела у некого армянского купца, который жил в Приазовье на территории современного Бердянска, где он ее благополучно и схоронил в виде клада, вместе с другими серебряными украшениями, как, например, эта лошадиная сброя, которую вы видели в начале видео. В итоге клад был обнаружен в конце 19 века рядовыми жителями Российской империи, соответственно, незамедлительно отправлен в Санкт-Петербург на хранение в Эрмитаж, где и по сей день стоит под тусклым светом музейных ламп и радует взоры случайно забредших в этот не самый популярный зал одиноких туристов.